Борьба за суперкубок для обеих команд выдалась сложной во всех отношениях. Футболисты бились в равной борьбе. Но несмотря на то, что у команды МГУ была возможность забить пенальти, вратарь МГПУ отбил удар. К концу первого тайма ни одной из команд так и не удалось открыть счет. Первый тайм закончился после дополнительного времени со счетом 0-0. Первый тайм особенности. Я объяснял ребятам, что нужно продержаться 20 минут. Что так и получилось. Потом мы могли забить и перекладину попали, пенальти не забили. То есть первый тайм по сценарию. Я понимаю, они три дня отыграли, им тяжело было выступать. Второй тайм запомнился активной игрой и большим количеством замен игроков. Но даже эта тактика не смогла помочь командам. Открыть счет удалось только на 80-й минуте. С дальней дистанции игрок команды МГУ пробил поворотом и мяч влесел в сетку. Этот гол стал решающим. Матч завершился со счетом 1-0. У нас еще для МГУ не прекращен сезон, нам еще он продолжается. Поэтому есть нам еще куда стремиться. Но сезон действительно отличный, это правда. Команда усилилась и усилилась теми ребятами, которые продолжили обучение, пришли из других университетов. Это ровно потому, что появилась своя команда в студенческой лиге. Залог хорошей игры – тщательная подготовка, которая и помогла команде МГУ завоевать победу. А вместе с тем третий титул за месяц. Мы ездили сборную университета в Петербург, в Санкт-Петербург, там выступали. Мы готовились к этой игре, то есть последняя игра сезона в Мордовии. И вот, хорошо получилось, выиграли. В завершении команда получили свои заслуженные награды. Также отметили лучшего игрока матча. Им стал Денис Кахутин, забивший решающий гол. И смотря на итог игры для команды МГУ, сезон выдался не менее удачным. У нас хорошая команда, что доказывает наше выступление в Ульяновске, где мы играли по студентам. Заняли первое место по Поволжью, это очень хороший результат. И вышли мы туда благодаря победе над МГУ по студентам. И вышли в Вестентуки, 16 лучших команд студенческих там соберутся. Будем готовиться. Впереди команды ждут много сезонов и еще больше побед. Пожелаем ребятам удачи. Дарья Боронина, Александр Овчинников. Народные новости.